дня доброго осеннего из эстонии но сегодняшнее видео будет летние и о латвии а точнее но будет о трех небольших неприметных местах на которые мне очень понравились которые находятся недалеко от юрмала примерно в 23 25 километрах это природная тропа кубскауна рога циемский привоз и рыбный рынок тропа кубскауна небольшая входит она в комплекс троп кемерского заповедника и ведет от небольшой парковки возле шоссе ведущего из юрмала в сторону колки к побережью рижского залива в конце тропы на красивом побережье можно увидеть остатки старого мала вам пешми циемса а еще по левой сторону от этого старого мала находится то самое побережье где снимали некоторые сцены всем известного фильма долгая дорога проехав всего лишь четыре километра я оказался у рыбного рынка и привоза рога циемский привоз это рыбацкая деревня получила свое название от расположенного недалеко мыса а вот значение слова седумс надеюсь я правильно его произношу так и осталось для меня загадкой ибо перевод выдает довольно странное значение интернет умалчивает возможно кто-либо из местных и знатоков даст ответ на этот вопрос это бывший причал для рыбацких лодок где рыбаки построили хижины для хранения сетей буе векаре и прочего необходимого для рыбалки снаряжения кстати в эстонии есть подобное место о котором я не так давно снимал видео это рыбацкая деревушка алчах на севере эстонии это место имела также социальную роль здесь собирались мужчины обсуждали свои уловы будущие перспективы это были места где жены матери девушки и дети ждали своих близких которые ходили с море делили радость от хорошего лова и печаль от пустых порванных сетей самое большое горе было тогда когда рыбаки оставались море на всю жизнь в 1902 году во время шторма погибло более 30 рыбаков в этих местах было снято несколько фильмов посвященных морю а самый известный пожалуй это долгая дорога в дюнах снова старосты рыба перерабатывающий цех сгоревшие лодки рыбаки на берегу моря все это было снято на этом побережье рыбный рынок находится рядом с дорогой я правда ждал немного большего но уехал оттуда с полными пакетами рыбных и мясных вкусняшек и остался очень очень доволен всем удачных путешествий и до встречи в новых интересных местах